В обзоре результатов вторника в Лиге Чемпионов посмотрим также таблицы групп и расписание. Это просто пи***ц, блин. Группа и Айк принимал Аякс и так же как из Баварии держался до середины второго тайма. И в этот период случился ключевой момент игры. Удаление у Айка, а серп Тадди забивает пенальти, а через 4 минуты вновь забивает он же. 2-0 победа Аякса на выезде. Аякс, если учитывать и квалификацию в Еврокубках, в этом сезоне не проигрывал в Лиге Чемпионов. Для Аякса это стал 13-й матч к ряду, который они не проиграли. Айк не может победить уже свою пятую игру. Сообщается, что в сектор болельщиков Аякса залетел фаер от болельщиков Айка. Бавария очень легко выигрывает у Бенфики 5-1, у Робена и Ливандовски по дублю. Для поляк это стал 6-й мяч в этой Лиге Чемпионов, а всего он забил уже тут 51-й гол. Напомню, кто не знает, Бавария не смогла выиграть в последнем туре Бундеслиги у Фортуны 3-3. Это стало третье поражение Бенфики в Мюнхене из трех. Таблица. У Баварии тут 13 очков, она лидер и она за тур до финиша выходит в плей-офф. Аякс набрал 11 пунктов и спустя 13 лет выходит также в плей-офф Лиге Чемпионов. Бенфика отправляется в Лигу Европы, у него 4 очка. Айкс за 5 туров так очков и не набрал и потерял все шансы на Лигу Европы и даже на Лигу Чемпионов. В последнем туре Аякс в очной игре с Баварией выяснит, кто из них первый, а кто второй. И Бенфика сыграет 12 декабря с Айком. Группа F, тут встречались Хофенхайм и Шахтер. Безумная игра. Смотрите, как забивали. 14-15 минуты, 2-0 ведет Шахтер. 17-40 минуты, Хофенхайм сравнивает 2-2. И за полчаса до конца игры немцы остаются в меньшинстве, но попытки выиграть не бросают. На их счету перекладина и пару убойных моментов. У Шахтера две штанги и гол в добавленное время. Дубль у Тайсона и голливая у него еще передача. А вот Хорват Крамарич забил уже в шестой игре к ряду. Давайте вспомним, он до этого забивал и в Лиге Наций, и в Бундеслиге. Леон принимал Манчестер Сити. И англичане дважды по ходу игры отыгрывались. В итоге 2-2. И вы знаете, в этой группе зафиксирован уже четвертый подобный результат 2-2. Отметим в этой игре Максвилля Корне. У Леонца дубль. Стоит отметить, что оба клуба давно не проигрывали. Леон 8 матчей, а Манчестер Сити 14. Таблица. У Манчестера 10 очков. И ничья в этом туре дарит им путевку в плей-офф. У Леона 7 баллов. И французы гарантировали себе как минимум Лигу Европы. У Шахтера 5 очков. И у Хаффенхайма, который лишился уже шансов на Лигу Чемпионов, 3 очка. Расписание. 12 декабря. Шахтер-Леон. Матч за вторую путевку в группе. И Манчестер Сити-Хаффенхайм. Группа G. ЦСКА забил первый. 1-0. Все хорошо. Но в конце тайма Виктория огрызнулась. Заработала пенальти. Но не забила. Акинфей вытащил. И это был тревожный звонок. Как сказал после игры тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Его команда перестала играть уже после первого мяча. Итак. Автор незабитого пенальти Прохаско забивает после перерыва 1-1. А Гейда забивает за 10 минут до конца игры. И после второго пропущенного мяча ЦСКА абсолютно ничего не создал. Надо сказать, что обе команды за 5 лет сыграли уже в пятый раз. Рома уступает во второй раз Реалу 2-0. Отличился Бейл и Лукас. Для Валийца это уже третий гол в Лиге Чемпионов. Уже 4 года Рома не может выиграть у Реала. Или проще говоря уже 6 матчей. Таблица группы. У Реала 12 очков. У Ромы 9 очков. И эти две команды в 1-8 финала Лиги Чемпионов. У Виктории ЦСКА по 4 очка. И тут остается узнать, кто же будет третьим. Не подумайте, что автор-пессимист просто надоело уже верить в рассказы экспертов, которые призывают верить в команду. Говорят, что еще есть последний тур. Надоело уже жить последним туром. Со шведами также надеялись на последний тур. Группа H. Манчестер Юнайтед в этом сезоне нестабилен. Они побеждают аутсайдера Янгбойс лишь 1-0. Да и то в конце игры. Гол на счету Филони. Хотя клуб мог забить и больше, но и пропустить также мог. Получается, что по сумме двух игр Манчестер переграл швейцарцев 4-0. Ювентус также минимально побеждает Валенсию. Манджукич отличился с прострела Роналду. И Хорват Марио забивает третью игру подряд. Ювентус побеждает третий свой матч подряд. Надо напомнить, что Валенсия играет хорошо на выезде. И клуб до этого не проигрывал 9 выездов во всех турнирах. Итак, Ювентус набирает 12 очков. Он первый. ОМЮ 10 очков. И оба клуба гарантировали себе места в плей-офф. Валенсия отправляется в Лигу Европы 5 очков. И Янгбойс будет последним. 1 очко. 12 декабря в последнем туре и выяснится, кто будет первым, а кто вторым. Молодые парни примут старую сеньору, а Валенсия – МЮ. Подведя итог, скажем, что к Барселоне в 1-8 присоединились еще 7 команд. Бавария и Аякс, Манчестер Сити и Юнайтед, Реал, Рома и Ювентус. У Ливандовски 6 мячей, у Джека и Месси по 5. А теперь расписание матчей среды. Атлетика сыграет с Монако. Локомотив – Галатасарай. Матчи в 9 вечера по Москве. В 11 вечера 6 игр. Боруссия – Брюги, ПСВ – Барселона, Тутенхэм – Интер, ПСЖ – Ливерпуль, Наполи – Цервина Звезда и Порту – Шальке. Ставьте лайк, если информация была для вас полезной, информативной, оперативной и интересной. Рекомендую выпуск и про расклады в Лиге Европы. Не грустите. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!